МОНЕ ИНГИБОРГ САЛИН Здраво! Мона Ингиборг Салин стала депутатом Швеции в далёком 82-м году. Спустя 8 лет получила должность министра труда, а ещё через пару лет стала вице-премьером. Студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец она просто красавица! В общем, народная любовь пророчила ей место в кресле премьер-министра. Однако в 1995 году произошёл инцидент, о котором прознали журналисты. Салин-то далеко не ангел. Она купила по рабочей кредитке аж целых две шоколадки. Господи, как? Как она могла сделать такое? Я думала, она вырастет хорошим человеком. Впрочем, в ходе расследования выяснилось, что шоколадки не единственное, что она покупала по карте. Брала автомобиль в прокат, нанимала няню, покупала подписку на кабельное ТВ. В общем, потратила она около 50 тысяч шведских крон, то есть 7 тысяч баксов или менее 400 тысяч рублей. Салин заявила, мол, перепутала рабочую карту и личную, но с кем не бывает. Это не путаница. Путаница – это когда вам дали гамбургер вместо чизбургера. Или когда вы сдали одежду в чистку, а получили чужие вещи. И несмотря на то, что она компенсировала все расходы, вызванный обществом резонанс заставил её покинуть политику аж на целых три года. Впрочем, ей так и не удалось восстановить репутацию. Ничего себе история. Итак, какова мораль? Если открыть все эти ваши интернеты и написать в поиске «У депутата нашли», то сразу видим, что в России никто и не думал воровать шоколадки. Разве что шоколадные фабрики. А что до репутации? Ты же знаешь, что в нашем деле отсутствие репутации – самая лучшая репутация. До скорых встреч!